Мы очень рады возможности почтить память и отдать должное знаменитому кинорежиссеру. И мы очень рады, что коллекция Росфото предоставляет нам такие возможности. Это замечательный эксперимент, потому что это голограмма, это пазл, это такой сборный проект, в котором, в общем, это один портрет, просто состоящий из очень многих частей. Время превращает фотографии в культурологический артефакт. Оно иначе расставляет акценты, настраивает зрительскую оптику. Но феномен Сергея Параджанова в том, что он свою жизнь творил здесь и сейчас. «Самое страшное – прозевать прекрасное», – говорил Параджанов-мудрец, и делал это прекрасное вокруг себя. Взлететь черным вороном, прихватить случайно попавшееся на пути велосипедное колесо, закутаться в ткань, как в тогу. Одно движение – и жизнь становится искусством. Доказательство тому – фотографии Юрия Мечетова, который дружил с Параджановым, называл его своим учителем и, как прилежный ученик, документировал его фантазию. Второй автор, Елена Карусар, много лет проработала на киностудии «Ленфильм» в должности художника-фотографа, сотрудничала с киностудией «Грузия фильм». И вот последнее ее сотрудничество с этой киностудией, оно как раз было связано с работой над картиной «Ашик Кирип». Она снимала артистов, она снимала режиссера, она снимала кадры из фильма. Она как бы засвидетельствовала вот этот процесс создания фильма. То есть покадрово, от эпизода к эпизоду. Цветной фильм, яркий фильм, очень сочный по цветам, он как раз представлен в черно-белом изображении. И может быть вот этот какой-то парадокс, но при этом тщательно выполненные фотографии, профессиональные фотографии фотографа кино, они дают возможность как бы по-другому немножко пережить фактуру Параджанова, вот эту текстуру, ткани, украшения. Окунуться в яркие краски параджановского кино помогают его эскизы на планшете. Все к тому же ошибки Рибу. Рисующий режиссер – не редкость. Но то, что делал Сергей Иосифович, больше, чем раскадровка фильма. Это еще одна ироничная фиксация уже самим режиссерам-визионерам плодов своей фонтанирующей фантазии. Юрий Мечетов и второй автор Лены Карусар, они как бы имеют разные отношения к Сергею Параджанову. Каждый по-своему оказался рядом с Параджановым, и через них мы пытаемся и зрителю тоже дать возможность оказаться рядом с Параджановым, пережить, осмыслить какое-то свое отношение к его фильмам, к нему самому. Жизнь режиссер прожил сложную, полную страшных переживаний. Но выставка напоминает о том Параджанове, который нам завещал – веселитесь в полную меру, как это делал я. Есть что вспомнить, иначе было бы жаль и себя, и жизнь.